Я приглашаю сюда неожиданного гостя для нашей аудитории. Это один из моих любимых интернет-героев, который любит взрывать публику. Поприветствую. Это Роман Масленников. Привет всем. Доброе утро. Мне тоже очень интересно, как я здесь оказался. Как тот суслик, непонятно. Потому что я больше про внешние коммуникации, конечно. Занимаюсь пиаром больше 15 лет. И, конечно, у нас были проекты, которые были направлены на сплочение коллектива, на что-то такое сделать внутри. У нас как раз часто такие ситуации бывают, когда непонятно, что было, но было круто. Это говорит не Вася из соседнего отдела, это говорит директор компании. Он обычно в других выражениях говорит. Мы всех трахнули. Вот так он говорит. Но это сигнал. Все мерить, это, конечно, круто. Мы тоже стали все мерить. Ценник подросся в три раза. Измерять нужно. Я за измерение. Это выгодно. Но с пушведомлениями это жестко. Ребята, не знаю. Давайте познакомимся вот в каком ключе. Кто здесь пиарщик? Кто пиарщик? Кто внешний вообще либо, не знаю, маркетолог, например? Кто креативит для внешнего мира? А кто внутренними коммуникациями? А предприниматели тут есть, к которым обращались? Ага, предприниматели тоже есть. Хорошо. Моя аудитория в основном это, конечно, предприниматели, маркетологи, СММщики. Для них мы делаем креатив. Кстати, вот лампочка очень классный инструмент креатива, потому что мы всегда на каждой мозговой штурме берем лампочку. Это способствует, вот если она даже в помещении есть или свисает гроздьями, то креатив идет лучше. И мы это как-то нащупали опытным путем. А потом я это прочитал в книжке «Рисовый штурм». И там действительно, что даже нарисованная лампочка в присутствии брейншторма, она увеличивает креативность в несколько раз. Какие у нас были кейсы, давайте расскажу. У нас однажды пришла компания айтишная, ульяновская. У них была такая проблема. Нам, говорят, нужно рекрутировать всех айтишников, всех интернет-маркетологов из Ульяновска, которые сидят на работе на своей и тухнут. А мы хотим их к себе в интернет-агентство позвать, потому что у нас весело, у нас проекты клевые. Они сидят там у себя, ну не знаю, на заводе, на мебели, и что-то там ваяют уже, как бы уже отчаялись с профессией, уже хотели там в дворники идти. И нам надо им сказать, что вот мы есть, приходите к нам. Агентство такое, Микс Плюс есть, он классный в Ульяновске. Ульяновск, кто не знал, кто есть, кто из Ульяновска, может быть, там слышали? Это вообще центр интернета, такой тайный центр интернета. Там стачки проходят разные. И, короче, я думаю, блин, ну как вот работников привлечь пиаром? Вы вообще знаете, чем мы занимаемся? У нас взрывной пиар, все такое. Мы такие, ну вот ты подумай. Вот, и мы придумали. Мы сделали необычную вакансию. Очень такой распространенный пример, необычная вакансия. Мы им часто пользуемся. Может быть, вы тоже изобретали у себя или отслеживали, как другие делают необычные вакансии. Значит, мы им сделали такую штуку, что в компанию приглашается го-гоутенсовщица, чтобы она по пятницам исполняла танец для программистов, для людей, которые скучают. В основном это мужской коллектив. И вывесили эту вакансию, соответственно, ну там Superjob, Headhunter, на своем сайте они повесили, где-то в паблике, и это завирусилось. Сначала местные, вернее, местные такие, чего, непонятно. Но когда приехала REN TV, когда два было репортажа на телеканале пятница, вот это на это уже обратили внимание, и раскидали это по всем айтишным группам, фейсбук-сообществам и чатам ульяновской. И поняли, что вот Mix Plus, есть такие ребята, ну и, соответственно, их оффер уже зазвучал более эмоционально. Не типа приходите к нам на работу, а вот мы те самые, которые такую штуку сделали. Было очень весело, то есть понравилось всем. Ну и там вы можете посмотреть эти репортажи. У меня в YouTube есть IT-компания, соответственно, позовала танцовщицу. Там очень всем хорошо и работникам, и работницам, и директорам такой довольны. Танцовщица вообще зажгла, то есть, ну и дополнительные работы. Тут она в клубах танцевала, а тут еще вот в пятницу можно выйти пораньше, подзаработать. Вот это такой первый кейс из самых ярких, которые внутренних коммуникаций касаются. Часто мы любим резюме, необычные резюме. У нас писали резюме на дорогой машине, на Porsche, соответственно, директору компании на Porsche, и написали, примите меня на работу. Потом писали, прораб писал в строительной фирме на Майбахе директору, что возьмите меня на работу. Ну, как бы смотрите, часто мне задают вопрос, ну что там, вот продали ваши индульгенции, отпущение грехов за скидкой за 500 рублей, там типа продали, акция действует до конца света, была у нас такая акция. То есть фишка не в том, чтобы взять на работу или продать и так далее. Фишка в том, чтобы про это написали. Вот это главная задача. Соответственно, если в СМИ это вышло, значит окей. Если не вышло, креативим, работаем дальше. Иногда мы занимаемся еще кризисными коммуникациями. К нам обращаются люди, которых, например, пытаются уволить, они не хотят увольняться и здесь уже приходится изобретать какие-то разные такие интересные штуки, чтобы комбинация сработала и человек решил частную свою задачу. Поэтому такие пиаровские технологии не только веселые, они еще и решают сложные комбинации. Ну, например, это все частные вещи, про них нельзя рассказывать в широком кругу. Но, например, расскажу, как такие комбинации работают. Если покопаться в любой истории подробно, то всего лишь хватает трех e-mail, чтобы перевернуть ситуацию вообще наоборот. Была такая история. В KFC подкинули крысу. Ну, типа же пожарили крысу, нашли ее в стрипсах. И вообще там Ксения Собча, какого хрена, типа вообще не соблюдается это. Ну, понятно, что подстава. Вот. Это всю неделю было в новостях. Конечно, можно было включить креатив и так. Да, давайте проведем конкурс на самую лучшую там жареную крысу и так далее. То есть сразу такая пачка идей. Но я подумал, так, стоп. А если покопаться в этой истории? Вот. Я раскопал эту, соответственно, подноготную. Понял, что такой же ровно случай был в Америке. Там человек только не как бомж у нас, а там нигер такой, значит, хотел прославиться. Тоже зажарил крысу специально. И сказал, что я хожу с этой историей по всем радиостанциям и таким образом получаю себе плюшки внимания. Я хотел стать звездой. Вот моя крыса. И, короче, я теперь на коне. Я нашел эту тему, потом покопал дальше и понял, что человек, который подкидывал крысу в российский ресторан, представился не тем именем. Он типа был Олег Понятский. На самом деле он не Олег и не Понятский, понятное дело. И он представился, что он был из общества инвалидов. На самом деле общество инвалидов, если там внимательно почитать все статьи, от него открестилось, говорят, у нас такого нет. Вот. И что я сделал? В воскресенье, к слову, когда все пиарщики спят. И все журналисты считаются, что спят. Я отправил три e-mail в Live, в T-Journal и говорит Москву, что, ребята, я тот самый Олег, я каюсь, я вдохновился случаем в Америке, крысу зажарил дома, приношу свои извинения всем, кого ввел в заблуждение, в том числе Ксении Собчак. Каюсь, слава не для меня. Вот. Поэтому беру свои слова обратно, готов покаяться. Написал еще в конце телефон, заранее купил там симку. Потом стер нафиг, думаю, еще звонить будут. Вот. Ну, как бы я говорю, телефон не оставляю, потому что мне стыдно. И отправил эти все три e-mail в воскресенье в обед. Через три часа эта новость была в топе Яндекс.Москва. Еще держалась там весь понедельник, что человек, который подкинул крысу, признался в содеянном и кается. Все. И дальше уже не помогли даже те извинения, которые работали в той команде, которая занималась черным пиаром. Они типа, это не Олег, не верьте СМИ, это все подлог. Ну, то есть такое как бы. Ну, это уже не сработало. Поэтому вот так вот тремя e-mail'ами можно перевернуть ситуацию. Что этому помогло? Во-первых, исследование глубокое. То есть мы далеко прокопали. Вот здесь с моими мыслями в голове. Потом, конечно, лампочка. Вот. И еще, знаете, мне очень часто помогает убеждение, как быть, собственно, креативным, как себя чувствовать креативным человеком. Вот есть два типа людей. Креативные люди и некреативные люди. Знаете, что их отличает? Какие догадки у вас есть? Готовность к эксперименту. Смотрите, их отличает всего одна вещь. Сальвадор Дали об этом знал. И он называл это гениальностью. Точно. Будьте здоровы. Отличие креативных людей от некреативных в том, что первые считают себя креативными людьми, а вторые себя таковыми не считают. Поэтому, когда вы решаете какую-то сложную задачу, просто считайте, что вы креативный человек. Сейчас вы легко все решите. И тогда вы действительно все легко решаете. Такой вот принцип Сальвадора Дали. Если у нас еще время, давайте пока вы формулируете один-два вопросы, я хотел бы вам всем сделать презент. Кто хочет узнать про эту тему побольше, тема называется взрывной пиар. Вам нужно сделать две вещи. Три. Несложных вещи. Ладно, две. Написать комментарий к моему последнему посту в Инстаграме. Любой комментарий. И написать то же самое в личку, что хочу книгу. Я вам пришлю аудиокнигу и электронную версию книжки, которая называется «Оружие социального соблазнения». Можно ее почитать, проникнуться. И кто начнет сегодня читать, я вас уверяю, что вы сегодня ночью не заснете. Это такие отзывы мне приходят. Тем, кто ее успел начать читать. И, соответственно, не мог оторваться. Давайте тогда один вопрос. А, Инстаграм мой легко найти, соответственно. Это PR Масленников. В одно слово. PR Масленников. С двумя Н. Все. HR Медиа. Сообщество профессионалов. Прямые эфиры. Круглосуточное HR Радио. И Медиапортал.